В Минске открылись Дни культуры Китая в Беларуси. Официальная встреча Министерств культуры и премьера Пекинского народного театра принимала гостей из Поднебесной Купаловской сцены Беларуси. О восточных театральных традициях наш культурный обозреватель Лариса Гуликевич. Миновата с Купаловского театра начались Дни культуры Китая. Первая сцена Беларуси прямая буйнейший у Китая театр 60-ти годовой истории и уходними театральными традициями. Обмен музычными коллективами, мостатскими выставами и театральными постановками. История драматичного мостатства, наличивая некольки тысяч шалодзел, и у кожной культуры свои театральные традиции и особливости. В течение выставления дипломатического совершения 24 года первый раз китайская сторона показывает наш спектакль именно в Беларуси. Именно в Купалове? Именно в Янге Купалове театре, да, именно да. Сюжет спектакля «Наш Цзинькэ» побудованы на реальных падеях 227 года до нашей эры. Час раздробленности китайской земли на царствы. А имя легендарного воина Цзинькэ, вядома кожному у Поднебесной, есть шесть часов старожитного Китая, як символ можности и ахверования. Культура объедновывает души наших народов. Драматичное мастерство, вядома в усім свете, и навод молные барьеры не перешкоджаюсь. Я ведаю, что у беларуских аматров театра добрый мастерский густ, и мне вельми цикало, як яны успеют наше китайское театральное мастерство. Аутер пьесы Мо Янь, пеший громадянин КНР, який стал лауреатом Нобелевской премии у литературы три годы тому. Спектакль идя на китайской мове с синхронным перокладом на русскую. Предусмотрены самые различные формы обмена, но сейчас наша задача замкнуть именно конкретные наши учреждения культуры белорусские на аналогичных учреждениях культуры китайских, чтобы это были не такие сложно сочинённые связи через Министерство культуры, а больше они уже напрямую между нашими руководителями, между нашими конкретными организациями. Традицейную культуру Китая представить так само и в выставах «Шёлковое мастатство», якая открывается сёня у Национальным мастатским музея Беларуси. Лариса Гуликевич, Юрий Тиханович, агентство «Телиновин».